здравствуйте ребятки что мы с вами знаем о компании md md это всегда было что топ за свои деньги но 7000 поколение явно не сыскала такого успеха как 3000 и уж тем более как пятитысячное поколение новые 7000 райзены вышли уже довольно таки давно они доступны в продаже где-то примерно года полтора но я думаю вы заметили что мягко говоря актуальностью и популярностью они никакой не пользуются при том что объективно это действительно очень хорошие процессоры но есть один как говорится нюанс и все дело в цене поскольку 7000 это новое поколение md решили не делать так как делают intel чтобы она поддерживала сразу и ddr4 и ddr5 память и сразу выпустила процессоры только с поддержкой ddr5 памяти что с одной стороны конечно же круто что они сразу дали актуальность своим процессорам когда вышла ddr5 память примерно через полгода md выпустили свои новые процессоры и они сразу были на ddr5 памяти и как бы все хорошо но у этого есть один очень серьезный минус а именно цена и думаю вы в курсе да те кто давно интересуется компьютерами помнят еще то время что когда только вышла ddr5 память ценник на нее был просто вообще абсолютно адекватный и 32 гигабайта ddr5 памяти на нормальной частоте хотя бы там 5600 мегерц легко стоило 30 и больше тысяч рублей что в совокупности и так с недешевыми процессорами 7000 храйзенов и очень-очень недешевыми материнками на тот момент превращала просто покупку 7000 храйзена в какое-то ну честно говоря невыполнимое испытание вдумайтесь даже intel на тот момент был намного дешевле примерно там где не помню 1010-15 сборка на 13600 кей была дешевле чем сборка на 7700 x что как вы понимаете абсолютно убивало вообще какой бы то ни было смысл в покупке 7700 x и в целом вообще покупки процессоров на сокете m5 но прошло полтора года md видимо задумались вспомнили почему их вообще называют народные компании в чем была основная фишка всех поколений процессов райзен до этого 1 2 3 4 5 то что они давали за меньшую цену большую производительность сравнений с процессорами от intel плюс давали долгую поддержку и не меняли сокет каждые два поколения и вот наконец-то выходит как мне кажется действительно настоящий первый народный процессор от амд за очень долгое время встречайте это райзен 7 500 по сути это тот же самый 7 600 x только у него убрали встроенную графику и убрали возможность разгона но он даже так работать на очень высокой частоте здесь у нас современная архитектура 5 гигагерц из коробки 32 гигабайта l3 кэша 6 ядер 12 потоков классика и что самое важное на современном сокете и сразу с поддержкой ддр 5 памяти для сравнения у аналогичного процессора от и за а именно и 5 13 400 f если мне не изменит память то чистота в turbo бутя всего 41 гигагерц понятное дело что это не совсем корректное сравнение потому что у интела также еще есть мелкие ядра до которые тоже забирают часть фоновой нагрузки и скажем так они полезны в отличие от райзена да у них мелких ядер никаких нет у них только производительные но тем не менее разница в 900 мегерц я думаю очень сильно будет чувствоваться ну и что самое важное это цена на данный момент вот этот процессор можно купить за 16-17 тысяч рублей то есть он дешевле чем 13 400 и при этом должен быть мощнее процентов на 10 15 плюс покупая 7 500 f вы получаете сразу актуальную платформу в отличие от интела до на 1700 сокет выйдет еще максимум одно поколение это 14 плюс насколько я знаю новый ipad 14 этого поколения не сильно будет отличаться от 13 то есть тут там будет по сути скажем так минорное обновление то есть разница производительности будет процентов 5 10 не больше то есть никакого буста особого вы не получите а новых поколений процессоров после 14 на 1700 сокет уже не будет здесь же md нам заявляет поддержку еще как минимум два поколения процессоров должно выйти на этом сокете на и пятом а скорее всего даже три то есть покупая сейчас от компьютера например через два-три года вы захотите проапгрейдится вы сможете поставить новый процессор в старую материнку и больше ничего менять не надо будет также что очень важно цены на ddr5 и на платформу а m5 сильно подешевели сейчас можно купить ddr5 память 32 гигабайта с нормальной частотой 5600 мегерц-6000 мегерц можно спокойно купить за 13000 рублей не надо уже как год назад платить 30000 плюс цены на материнке на m5 тоже подешевели не так сильно как хотелось бы под по-прежнему как по мнению честно говоря дороговаты но бюджетную b650 мать можно взять за 14-15 тысяч рублей то есть чуть-чуть дороже чем b760 конечно но не сильно уже не такая большая разница и в целом если вы пересчитаем стоимость вот этого комплекта на разный 7 500 f b650 и 32 гигабайта ddr5 памяти и сравним ее с аналогом на 13 400 f b760 надо ddr5 также чтобы все было чисто чтобы память была одинаковая и ddr5 границы в цене практически не будет возможно даже вот этот комплект будет выгоднее я сейчас вот выведу текст и посчитайте за кадром посмотрим но по-моему что-то мне подсказывает что должна быть разница либо практически никакой либо процессоры на 7 500 f должен быть дешевле при этом производительность как я уже опять же говорил у этого процессора должна быть процентов на 10 больше чем у 13 400 f при меньшей стоимости в общем наконец видимо компания md услышала мои молитвы и молитвы многих мдшников и сделай действительно реально хороший процессор за адекватные деньги потому что md это что это база это топ за свои деньги поэтому давайте мы соберем на этом процессоре компьютер посмотрим что он может какие может быть есть нюансы за компания md до сих пор тянется вот этот шлейф что их продукцию нужно допиливать чуть ли не напильником как с процессорами так и с видеокартами что у них много проблем различных там также хотел отметить еще один важный момент я верю многие видели мой ролик где я говорил о том что у процессор фразе на m4 действительно есть такая проблема из-за того что ножки находятся на процессоре и ты вставляешь их в сокет сам соки закрывается не очень надежно нет укрепления как у intel которая придавливает процессор сверху из-за этого время транспортировки поскольку мы вот собираем компьютеры мы уже собрали за этот год между прочим 260 компьютеров и когда мы делали сборки на райзенах я заметил то что очень часто к сожалению бывает такое что мы собрали компьютер правильно все хорошо но во время транспортировки из-за тряски которую испытывает компьютер процессор в сокете сдвигается буквально на пол миллиметра из-за чего уже как вы понимаете нет контакта и компьютер просто тупо не включается это не очень страшная проблема то есть там ничего не поломано чтобы это исправить нужно снять кулер просто вытащить процессор из сокета поставить его на место прикрупить прикрепить кулер и все запустится то есть никакой поломки нет но как вы понимаете клиент который купил компьютера ждал неделю пока его соберут потом еще неделю пока он приедет открывает его включает и он не стартует будет не очень доволен мягко говоря поэтому мы и собственно и не делали с тех пор как я вообще узнал про эту проблему потому что на просторах интернета если честно про это ничего не видел я про это узнал сам когда столкнулся когда свой компьютер перевозил и мы отправляли клиенты клиентам компьютеры на райзенах действительно вот из 5 компьютеров была такая проблема один раз плюс еще один раз была проблема у меня лично с домашним компьютером поэтому сборки на m4 мы сейчас не делаем но вот семитысячными райзенами ничего подобного не будет во-первых да да больше нету никаких ножек на процессоре они в сокете ровно так же как у intel и крепление теперь самого сокета опять такое же практически как у intel а также сверху прижимается крышка процессора и теперь во время транспортировки как бы вы не трясли процессор он в сокете не должен сдвигаться и таких проблем не будет что же давайте соберем на нем компьютер посмотрим какие будут подводные камни и будут ли они вообще и на что способен этот малыш за 16-17 тысяч рублей итак начнем с тестов первая игра это человек говнюк 2k разрешение пресет очень высоких настроек длсс в режиме качества и здесь на стабильно получается около 160 170 fps игра работает очень стабильные планы никаких фризов или чего-то подобного замечено не было здесь как вы можете заметить на мониторинге я забыл видите чистоту процессора но дальше в следующих играх и следующих тестах вы собственно и увидите он стабильно держит своих 5 гигагерц мы его так сказать немножко разогнали убрали лимиты по потреблению и вот все стабильно он работает температуры вполне приятные чистоту держит все шикарно хибер пранк также 2к разрешения полные ультра настройки с включенным ртx и длсс в режиме качества здесь у нас получается около 55 60 fps в зависимости от цены в принципе упор идет видеокарту как видите процессор держит ту частоту собственно которая заявлена никаких проблем нет все работает очень плавно и играть реально приятно динклайт 2 все также полные ультра настройки 2к разрешения длсс в режиме качества здесь я скажу честно не помню включал я ртx или нет но здесь мы получаем примерно 110 fps как видите в некоторых моментах видеокарта даже не догружена скорее всего действительно ртx здесь забыл включить но это нам не так важно мы тестируем в первую очередь процессор и видим что он справляется очень хорошо в одиночной игре 110 fps как по мне это просто идеальный результат причем прошу обратить ваше внимание на потребление всего-навсего 50 ватт при этом частота 5 гигагерц ну и последняя игра это starfield здесь я хочу напомнить что очень странная и кривая оптимизация и почти все компьютеры в этой игре просто умирает но тем не менее в 2к разрешения на ультра настройках с fsr в качество мы получаем примерно 60 65 fps зависимость от локации фреймтайм здесь не очень ровный как видите он такой немножко заборчиком да но эта проблема точно не в компьютере потому что так starfield себя ведет абсолютно на любом пока это собственно такая игра не хочу прикидываться на страдамусом но что-то мне подсказывает что starfield это очередная игра бенчмарк в которую никто не будет играть все будут в ней только тестировать компьютеры как это произошло собственно с киберпанком но в него хотя бы кто-то играет да а в starfield судя по всему будут только тестировать новые компьютеры в целом результат действительно очень хороший здесь иногда процессор чуть-чуть подскидывает свою чистоту но это в принципе как бы ни на что особо не влияет фпс стабильный ровный насколько собственно это возможно в starfield и какой красивый компьютер ну что ж ребят тесты мы с вами только что посмотрели как по мне справился компьютер просто офигенно особенно учитывая свою цену до процессор реально очень годный вы видели в тестах чистоту все время практически держится 5 гигагерц ну там зависимости от игры в starfield да было там чуть поменьше в чеки пауке в дайн клай 2 везде держал свои 5 гигагерц даже 550 что могу сказать в целом процессор реально очень хорошие за свою цену просто супер как по мне это вариант намного интереснее чем 13 400 и плюс я напомню он еще и дешевле но вот собственно как выглядит уже готовый конфиг на 7500 как по мне самая адекватная видеокарта который идет с ним связку это 4070 это прям реально самый идеальный вариант под 2к разрешения вы собственно видели все в тестах игры вообще просто летают даже в таком немаленьком разрешение как 2к на самом деле я думаю если использовать dlss можно спокойно на у таком конфиге игра даже в 4к игры понятно что там не будет у вас там 120 fps как сейчас у нас было в тестах но те же самые там 60 65 70 кадров зависит от игры вполне может быть плюс вам за это ничего не нужно доплачивать то есть заказывая у нас компьютер вы получаете все вот эти доп услуги абсолютно бесплатно сборку настройку проверку мы все компьютер тестируем проверяем на брак если какие-то бракованные детали как правило мы это обнаруживаем сразу еще у нас в сборочной то есть мы его гоняем проверяем и какие-то дефекты обнаруживаем сразу как вы знаете скоро черная пятница и мы стартуем распродажу в нашей группе и даем очень хорошие скидки насколько это конечно возможно да практически на все наши сборки поэтому настоятельно рекомендую тем кто хотел у нас заказать компьютер кто давно приценивался смотрел заходил был писал а я знаю таких очень много потому что я часто чекаю сообщение кто напишет группу то какие вопросы и очень часто люди прицениваются и ждут хорошего момента вот я вам честно могу сказать лучший момента ближайшие наверное месяцев 5 не будет точно поэтому если вы уже последние полгода думать о том когда же настанет момент чтобы купить компьютер вот лучше чем сейчас не будет уже что с ребят спасибо за просмотр напишите обязательно в комментариях как вообще такой формат контента у меня есть еще парочку идей для больших роликов что можно сделать какие про какие железки можно сказать поэтому если вам понравилось обязательно напишите про это в комментариях мне будет очень приятно я постараюсь побыстрее сделать второй ролик ну а с вами был как и пока как обычно счастья удачи успехов вы получили до свидания